Почти как в школе во Владивостоке написали тотальный диктант. Проверка знаний орфографии и пунктуации прошла на городских площадках и дистанционно, в рамках формата «Пишем дома». Старт всемирной акции состоялся в 17-й раз 17 октября в 17 часов из научной библиотеки ДВФУ. Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас на 17-м тотальном диктанте из Владивостока, столице тотального диктанта 2018 года, и мы счастливы, что вы сегодня тоже к нему присоединились. Андрей Геласимов – российский писатель и педагог, подготовил для участников текст. Как признался автор, он получился несложный и интересный на космическую тему, основную тему тотального диктанта этого года. Первую часть прочел директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Это был странный мир. По утрам за окном не пели птицы, не шелестела трава, собаки лаяли совершенно беззвучно, а мужики, то и дело ругающиеся на улицах, широко раскрывали рты, но ни единого звука оттуда не доносилось. Главным событием мероприятия стал 17-часовой онлайн-марафон. Он объединил в себе трансляции для всех часовых зон и лекции экспертов в области филологии. Также сюда вошли общения с гостями и друзьями проекта, тематический спектакль, посвященный теме космоса и приветствия участников из разных уголков страны. Мы приветствуем вас с самой южной точки планеты, где действуют законы Российской Федерации, с антарктической станции «Восток». У нас в тотальном диктанте выразило желание поучаствовать пять человек. Остальные, кто не захотел, они откапывают гараж. В связи с эпидемиологическими ограничениями для написания диктанта во Владивостоке были доступны только две офлайн-площадки – в картинной галерее и краевой библиотеке имени Горького. Еще одним традиционным местом стала площадка во Владивостокском аэропорту. Для онлайн-формата «Пишем дома» в городе открыли 12 пунктов выдачи бланков и ручек. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов. Новости на Восьмом.